И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival World на Выжженных Землях. И начнем с того, что... Вчера я что-то вообще не мог ничего записывать. Наверное, из-за того, что я больше очковал, но... Мне поставили... То есть я прошел вакцинацию, первую вакцину мне поставили. Через 21 день нужно вторую ставить. Поставили мне 9-го, и 31-го я пойду ставить вторую. Прошло все крайне обычно. Реально обычно. У меня никаких сильных последствий не было. Ну, в смысле, реально, у меня просто температура поднималась не выше 37,5. Мне повезло. Но! Сегодня мы пойдем томить голема. Из изменений? Я не знаю. Может, что-то какие-то есть изменения. Здесь у меня металл жарился. Отлично, металл пожарился. Я посчитал, что мне нужно много металла. Я выключусь пока что. Здесь вроде ничего не изменилось. Здесь все так же по-привычному. Вроде бы переостановка. Единственное, что вот здесь немножечко подизменил, подукрасил. Я поставил вот это вот. Здесь у меня вот такие сиденья, чтобы было. И еще меня очень сильно бесит. Я здесь застревал и застревал и застревал и застревал. Прям отвратительно было. Так, что еще? Ааа! Дофига! Ноутал-Скерч это ужасен в этом плане тем, что я хочу турелями оглушать вверх. Но чисто по приколу. Я их никогда не юзал. Но эти турели юзают... Куда ты залез? Эти турели юзают вот эти сраные дротики. Козлы. Эти дротики требуют токсин, биотоксин. Каждый дротик требует 3 биотоксина. А 1 биотоксин в дробилке можно сделать, S-плюсовской дробилке, можно сделать из 12 наркотиков. Вот и посчитайте, сколько полторы тысячи биотоксина стоит. Ужасно много чего делал. Но благодаря химическому столу я как бы это делал все намного быстрее. Ну и немножечко даже экономил. Поставил здесь в такой шкаф. Я думаю, что этот шкаф будет как этот... Как книжный шкаф, но не про канала. Да, потому что я книжный шкаф за что люблю. Сюда можно просто вот так вот нажать, хоп, переместить все, он все рецепты с апперекелом. Ничего лишнего. Здесь такого нельзя, но я решил, что раз он как выглядит, то почему бы нет. Буду хранить здесь всякие предметы. Да, у меня есть еще 500 транквилдротиков осталось лишних. Я хотел сделать тысячи этих дротиков. И у меня было 4 туреля. Ну, вы понимаете, я пленул на это дело. Вот, по ресурсам камера дофига, потому что он не используется. А вот миссал будет использоваться. Я хочу томить големов. Но для того, чтобы томить големов, мне нужен парацеры. Я видел кое-какую ловушку, но я хочу эту ловушку сделать максимально... стационарный. Что будет из этого, посмотрим. Но для начала мне нужны парацеры. Парацеры мне обязательно нужно, чтобы строить эту самую ловушку. Это будет переносная ловушка для големов. Да, я тут еще полетал по округе, полутал эти красные крейты. Я вспомнил про красные крейты, про пустынные. Также есть же подводные. И вот они, они все эти крейты. То есть у меня на них стоят телепорты. Я возьму телепорт, некоторые не перевел, потому что там были мобы рядом. Вот, поэтому, ну, как бы окей. Не переименовываю на эффект стим. Но, если в к ним пахнуться... Как раз раздохаваем. То неподалеку можно увидеть, есть крейт или нет. Если в нет крейта, можно тпхаться дальше. К примеру, вот сюда. Я не знаю, где я сейчас. Ну, тпхнем сюда. В целом, не знаю, рабочая система или нет. Иди в жопу. Вот. Но, по идее, в радиусе спавна крейта я не могу устроиться. А лучи рядом с этими спавнятся. Ну, как бы на острове у меня такое было и нередко. То есть, как бы, у меня... Я строился около лучей, и это не мешало их спавнуть. Да пошли бы в жопу, мелкие отродья. Вот. Че-то, блин, даже обидно как-то. О, умерся в стену. О, пойдемте, я вам покажу. По идее, ан... Экс? А-а-а-а, забыл. Долгие перелеты. О, о-о-о, крейт, крейт, крейт. Да куда ты, куда ты? Слишком быстро. Глази. Классно. А, это телепорт мой. Господи, я думаю, что там за фигня. Мазазавр. О, джопа. Зато штурмовые штаны. Что же, прикольно. Прикольно, жесткие штурмовые штаны. Ммм, прочности дофига, брони дофига. Слушай, круто. Это круче, чем то, что у меня есть. Ну вот, мозазавра. Вот, если бы было пароцеро, я бы сейчас бы просто офигел бы. Че я хотел показать? О, вот она. Я, твою же за ногу. Во! Ядовитая 132-я. Просто так скотина летает. Ну не тварь ли? Тварь. Но не об этом сейчас. Сейчас ищем пароцеру и сразу же ее томим. Ой. 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 Что это такое? Вот. Томим пароцерку и я покажу. И там это. Не хочешь ко мне идти? Слава богу. И покажу, что я хочу сделать. Та и тише, пацатише. Прикиньте. Короче. На зеленом 76-й. Вот там около дома 76-й. На красном 72-й. Уже лечу домой. О, 80 нашел. Ну классно. Томить его вообще не сложно. Сейчас покажу как. То есть, пара бегемонов сразу же окружила его и там же оглушил и все. Сейчас. Короче. Благодаря тому, что седло Мозозавр делается из цементной пасты, слитков металла и то легендарное седло я перемолол. Со словами, а зачем оно мне нужно? У меня теперь еще плюс что-то по районе 7000 металла и 7000 цементной пасты. Жаль мне показал это. Но я охренел. О, кстати. И полимер еще. Ну я там всякое говно перемолол. Клево. Хорошо, что я посмотрел на здоровье того. У того было 2400 здоровья. Он большого левела, у него здоровье было 2400. Этот 76-го, у него 5000 хп. Тот, который около базы 76-й, у него 4400 хп. Ну, как бы, понятно дело, какой мне нужен. Как их ловить? В целом ничего сложного. У меня, так как стоит мод на бегемот стены, мне в этом плане намного легче. То есть мне не нужно устанавливать раму и потом ворота. У меня сразу же просто можно ее втыкнуть. В целом, они не агрессоры. Можно попробовать сделать вот так. Ну, что-то типа того. Я не знаю, что сейчас у меня получилось. Ой, что-то ты, братан, походу, застрял, да? Так, главное, не демалишь. Вот что-то типа того. И все, он тебя в базе. Он тебя никуда не выбежит. Все. Ай, ты ж. Это что, я так грохнулся ударился, что ли, от кого-то? Ну, а теперь осталось дело за малым. Оглушить и все. Ну, только вот как, это уже другой вопрос. Привет. Не на такой скорости, пример. Хотя. Здесь, по идее, о, ты смотри, как клево, а. Здесь он и пролезть не может. Так, шелкопрядик, стой здесь. Да-да, это все еще томление голема. Потому что что? Потому что парацерей нужен мне для томления голема. Ну, я надеюсь, ты не вылезешь, да, оттуда? О, бляхо, муха, тебя. Че ты, матрицы? Да ты че, матрицы пересмотрел? Козел, че он так укладяется? Ладно. Ну, вы поняли. Оглушить легко. Точнее, притомить легко. Ну, и как бы ничего сложного. Почему парацерей, а не как, к примеру, бронт, либо еще кто-то? Потому что у него хвост не торчит на полкилометра. В смысле? А че сейчас? А, это я со скалы так падал? А, вот почему он у меня задамажился. Ну, и сейчас нужно аккуратненько заставить его, чтобы, ну, всякие козлы на него не напали. Ну, вы поняли, как это бывает обычно. Пытаешься томить, и потом начинает, откуда ни возьмись, спавниться те, кто здесь вообще никогда не спавнится. Ну, у меня такое постоянно. Ну, примерно так. Так, пара цера приручена. Отлично. Да, немножечко, может, повозиться. Если в что, копите яйца. Неважно, мимо порошки его подобрали и так далее. Копите, сраный, мать его, яйца. Четка подсдолбался с ними. Ну, а, погнали дальше. Эм, короче, сейчас тестирую кое-что. И это, это как минимум смешно. Сейчас покажу. Смотрите. Это жирная тварь. Забагался. И телепортируется со мной. Знаешь? Сейчас кое-что просто решил протестить. Думаю, заранее. Этот тварь, понимаешь, вот он вот так вот забагался. Сначала он забагался на этих вот вещах. И сейчас мы катаемся с ним. Да, он меня там может, думал, полбазы сет гнида. Он прям там, ну, саман он ломает неплохо. Металл пофигу, а вот саман ломает. Но другая проблема. Эджирабас сейчас что-то может сделать плохое. Да уж. Да, зато халявные ресурсы. Сейчас покажу, что я придумал. В итоге, то, что я хотел сделать, не получается. Прямо, реально вот какая-то фигня, ну, не получается. Но, что самое смешное, получилось сделать другое. Во-первых, вот такую коробушку делать не обязательно. Достаточно хорошая сервоплатформа, и все будет хорошо. Самое главное, это вот это вот то, что сзади торчит. Да, я вот несколько раз уже потестил. И самое смешное, это на всех срабатывает в Ольмах. Так. Ну-ка, 7-7, откройся. Вот, на горный элементарь. 108-го влова. Кстати, сколько там, серо, на тебе надо? Да что ты там, Палинский, это... 56. Да фига, блин. Да ёб твою ж... Если чай, я вот так себе два раза ворота снял. Пушка стояла повернутой к воротам. Я каждый раз, когда я ее нажимал, я просто сносил себе ворота. Блин. И, кстати, вот это у меня задамажил последний голем. Да что... А, так, стоп. Во, отлично. Так, вот от тебя нужно точно избавляться. Пошел. Отлично. Да, будет смешно, сейчас не проканает. Но то, что горный элементарь катается в этой... И так видели. Ой, блин. Я не знаю, как это получается, но собака пришивая на это слазит. Да, он, кстати, лево-право не уходит. Тут самое главное, его согреть на себя. И утарь вот, крылья ему мешают, правда, уйти куда-либо. Но... Но... Ты оборзел? Вот. Слышь? Я приведу такси. Хе-хе-хе-хе. Ой, блин. Так, ну-ка сюда. А, вот эти вот потолки и так далее я сделал специально для того, чтобы он не козел не ломал пушку. Задолбали. Это вторая пушка стечет. Оп, отыгрался. Смотри, в чем, кстати, прикол. Ну-ка, сработает, сейчас не сработает? Ничего. Сработает? Естественно, сработает. Ну, если вот что, я его телепортировал, ну да, как бы недалеко, он вон там это был. Я вот сюда телепортировал. Мы вы поняли, я могу его и на базу степортировать. Да. И, кстати, когда вот так Парацеро запечатанное, он не агрится. Козел, о! Спит, гадина. То есть, он в целом не считает его вот такого запечатанного Парацеро, как за кого-то что-то где-то. Так, сейчас я покажу Парацерку. Сейчас подальше немного отойду. Как у меня Парацерка сделана? О! То есть, он полностью запечатанный, а по бокам дверки. Ну, кстати, сперли только не запечатанный. Я не знаю, что это будет, а как-то. Но, в целом, он считается как дом. Дом такой на колесах. Когда он телепортируется с помощью этого телепорта, то он... То есть, я сразу же нахожусь внутри дома. То есть, по факту, он меня сразу же закрывает своим умолом. Так, но не в этом суть. Суть в том, что... Такс. Немножечко вот так. Отлично. Немножечко вот так. Э! Свинтус! Просыпайся! По идее, вот в этом положении я ему должен попадать под дурной, по голове. Если фон встанет как надо. Э! Вот дурная запица. Тут самое главное, да, вот так поворачиваться, чтобы он... Металл он ломать не может. А вот... Парацерку может. Э! Дурной! Ну, это почти же. Так, заед... А, стоп! А чё он так высокозадранно? Так, стоп. Наверх. Ммм, опять что-то не там. Ах ты, собака! А если я тебе... Ммм, чё-то нехорошо. Ах ты, сволочь! Ты мне пушку-то хорош ломать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, погоди. По кого ты бьёшь? Чё-то пушку что ли бьёшь-то? Так, иди нафиг. Так он пушку не бил. Короче, ладно, фиг с тобой. Давай залази. Да хорош парацер убить, гнида ты, жаробасная. Ты чё там бьёшь-то? Чё там, телепорт что ли пытаешься снять? Нести. У него вроде металлическим считаться должен. Так, залази уже. Скал пал. Так. Ммм, есть М. Сейчас, секунду. Так, вот как-то так должен быть. Ах, ты ж собака, ты долбанная. Гнида. Зато в голову попал. Вообще, в целом, в целом, если хорошо попрактиковаться, то сгранника мочить его намного легче в этом плане. Вот дурной. Я говорю, ты... Вау! Охо-хо-хо! Как я сейчас красиво в стенку ударил. Чуть-чуть шевельнулся и ударил. Зато он смотри-ка сюда залез, а? Ну, не козёл ли ты? Так, сейчас, секунду. Хе-хе-хе-хе. Ну, было красиво. Так. Мне это захотелось проверить. И я сделал такую штуку. Хе-хе-хе. Что из этого выйдет? Я, ну, вставай, жаробас. Чем кинет еще камнем в меня. Так. Вот дурной. Горьше больно. Сама голова, сейчас это... В стену не попасть. Хе-хе-хе-хе-хе. Как это было в прошлое раз. Ой, ешкин кот. Так, где вот еда? Вот еда. Вот вода. Ой! Дурной! Кстати, да я это... Пушка на убрал. А то самому-то помереть это ладно. А вот радарчику жалко. Эх, задница. Вот с этим-то... Вот дурной. А чем это по хп? Палка собаку. Он пробивает вот это вот циферки. Тут еще жара ядреная же, блин. Такс. Поэтому у меня и стенок полно. А-а-а! Да, у меня еще саблезуб на меня-то попадал. Узел. Но, опять-таки же... Ух ты, какие они быстрые-то, а? Если бы не моя скорость, я бы это... Точно бы не оторвался бы от него. Ммм, интересно. Я ему столько много урона внес это в тарпор или... А-а-а, это в урон. Вот это печалька. Там еще вот карната проходит. Меня вот это вот больше настораживает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не застрять бы в камешках. Ну вот и чего ты? Беги! А что-то по тарпору... Ух ты! В смысле? Я тебя что, не попал что ли в голову? Попротив голову пометился. Так что ли надо метиться? Опять мне в голову. Вот почему в маленькие левелы у меня получалось оббить? О-о-о, как надо. А вот в большой что-то не очень-то. Ой! Не, старый добрый этот... Опять в стену попал! Ну, видали, сколько у него хп осталось чуть-чуть. Э-э-э-э-э! Не, ну, аргентависта, ну ты-то че здесь? Нет, наверное, не в стену попал. Это просто рядом урона был. Ну вот, большого левела почти завалил. Да что за нафиг? Не прет, а? Так, отагрался. Не, конечно, можно попробовать еще оглушить? Ну, у него 4000 хп. Ой, не-не-не-не-не. УА! Ща кинет камень, и мне будет карантос. Дурной! Вот, вот что за нафиг! Почему маленький, кстати, да, я уже тут нескольких оглушил. Они вот оглушались, а этот нет. Ну, ладно, еще ресурсы. Короче, у меня уже время по 5 часов утра. Я тут экспериментировал, экспериментировал, и, ну, и все в шопу. Стандартная, добрая, вот эта ловушка, самый лучший вариант. И, да, да, вот реально, в чем весь прикол? Маленьких дрищовеньких прям на ура я оглушаю. Как сотый какой-нибудь левел или 108, то все. А тут мне еще и попался самый дрищовый. К примеру, вот у этого, видите, да, все единички. И вторая, вторая единичка может быть большим. И здесь у меня, допустим, 28 тысяч хп, да. Если посмотреть вот на того, тоже 28 тысяч хп. Только у него левел в два раза меньше. А все из-за того, что вторая цифра у него 23. Да, то есть хпшечка у них прокачиваются намного лучше в этом плане. Ну и насрать. Левел он будет все равно больше, характеристик у него больше. А значит, все остальное хорошо. Короче, суть в том, что он заходит в эту ловушку. И самое главное, попасть ему в голову, куда ядра всюду. Едут себе этими ядрами две воротины сломал. Не знаю, не помню, точнее уже говорил, не говорил это. Но вот так случайно нажимаешь огонь, и он ломает воротину. Так, такс. Любит у меня здесь справа вниз. Все. Куплю. Жестко. Мочи пять утра. Но! Я должен его закрыть. Так, нет, слушай. Если он мне сейчас киданет сюда, то он мне сломает пушку. Этого только еще мне не хватало. Так. С дракона вот эти вот так, козлы бы еще бы сюда не пришли. И вот это надо сломать. А то чувствую, что беда будет, когда буду обратно лежать. Есть два варианта. Первый это он просто зайдет и все будет хорошо. А второй вариант, я его с обратной стороны закрою стеной. Ну как бы стена огромная, почему бы не закрыть. Кстати, я могу с этой стороны стену поставить. Не знаю, почему я так решил сделать именно так. И... Жернич. Пиде сна. Хе-хе. Вот дурная голова. А ведь почти попал. Ты понимаешь? Ты понимаешь, Жернич? Ты почти попал по мне? Такие маленькие глазки. По крайней мере, у него так выглядит, как маленькие глазки. Вот! Дурной. Ладно. Вдруг проканает, я сейчас вышлю и закрою. Ха! Пошел в жопу. А нефиг в меня камнем кидаться. Дурной. Да. Ну вы поняли. Сам дурак называется. Так. Кто там ко мне пытается идти? Пошли в жопу все. Не до вас сейчас. О, я тут короче этих. Потому что пасто драконов отгонял. Их тут было... Чего-то около десятки. Вот несколько осталось. Задолбали они меня. Только они еще... Когреваться потом не хотели. Такс. Эм... Пикап. Ну, поехали. О, ты стоишь так ровненько. Ниже... Блин. Как это меня задолбало. Опа. А я в эту попал. Погоди-ка. Назад. Тут еще надо ровненько так... О-о-о-о-о-о-о. Нет, не так. Тут еще надо так ровненько повернуться. Уси, я даже в него сейчас не попал. О! А вот теперь в голову. А что ты захотел? А, дурной! Господи. Так, я знаю, что нужно сделать. Если он будет кидать, я буду резко стену ставить. Понял? Пошел ты! Парацеро, ты там это? Отлично. Так. 450, это я ему в голову попадаю. Тут уже... Ты смотри, как он забагался красиво, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неужто шесть... Ладно, почти шесть часов мучения, не зря. Обалдешенки. Кайф. Э, слышь! Это что сейчас было? Во! А-а-а, ты ж ты... Да ты что? Вы бы знали, как и часто тут застревая вот так вот, в этом... Вот в этой карте? Очень часто. О, божечки. Обалдеть! Я серу дома выложил. Так, и... Это будет долго. Это будет чертовски долго. Нет, конечно же, при 44 левла. То есть он у меня что-то получится. Ну, там примерно 140, я думаю, что-то сбросится. Главное, чтобы эти козлы не... О! Точно! Пошли в жопу! Так, нет, неправильно. Вот так, по идее. Во! Отлично! Так должно спасти, здесь не поднимутся. И здесь не поднимутся. Только сверху могут грохнуться. Фу! О, да ладно, он уже что-то захавал. Классно. 88,6% эффективность? В смысле? Да пошел ты в жопу. Почему у него 88,6%? Или у них так сильно торпор сбрасывается за кормежку? Я знаю, что там нужно томить киблами фиолетовыми. Ну, там нужно... Мед. На скерче есть мед. Я что-то сомневаюсь. Я, конечно, не искал. Но что-то я сомневаюсь, что есть. Да есть с яйцами проблема. Я тут посмотрел, я, оказывается, только раптор девочку притомил. Всех пацанов. Где у меня яйца-то возьмутся? И вокруг, соответственно, не ходят. Непонятно. Ну, в любом случае, 50 файтов до удари, как долго, это просто кошмар. Так, в жопу иди. В жопу? А, фу, ты сам снизу ходишь. Как они меня задолбали уже здесь. Ладно, что поделаешь, делаю. Так, ладно, окей, я глянул и да. Они есть на скерче, где-то там в центре карты. Может даже, так сказать. Ну да, по сути, там, где я примерно строился. Примерно, ну, первые разы. Но у меня все равно проблема. Яиц нету. Да и пока найду уже серый притомлю. Кстати, хавает быстро. Да, тут вот левелы сбрасываются потихоньку. Ну, хавает быстро нормально. Примерно 135-й, мне вообще пофигу. До сих пор не знаю, за чего вот эта эффективность сбилась. Да и пофигу. Знаете, насколько я с ними намучился? Ну, зато резов-то был с них. Хотя, нужны мне эти были резы. А сколько уж нервов я с ними побил. Ужас. Да. И я все-таки вспомнил, где эти находятся дебильные ульи. Помнится просто, когда я играл здесь, я сюда сбегал что-то лутать. Не помню чего, но что-то я забегал сюда лутать. И да, вот они, где самые ульи. И что-то. Ай, это не то. Оп, там, вообще пофиг. Все равно свалю. Ой, ну, яиц все равно нету. Такая беда. Хотя, может быть, еще нибудь на лутале. Да, голим там себе спокойнее тормиться. За воротами. Ну, в смысле, за стенками. Ну, вот. Говно собирает, а яиц нету. У нас здесь одни самцы. Ну, кстати, вот один раз только раптор яйцо снесла и за это время, и все. Ну, кстати, да, вот теперь еще то же самое. Ну, вот тоже, как бы, с кельцами вообще все беда полная. Здесь, кстати, на этот угол второго поставил. Ну, мало ли вдруг с того края кого... Эх, не судьба. Так, начнем с того, что я вчера принял на все и лег спать. Ну, я играю на локалке, нажал escape, нажал на паузу игру. Поспав 6 часов, ну, почти 6. И полетав в округе, поисков яйца, я так их и не нашел ни одно яйцо, чтобы сделать кейбл. Кейбл не сделал, но, как видите, уже практически. Практически притомился. И еще, по вот этим цифракам вверху. Не слушайте меня того, который сонный. Слушайте того, который умный и выспавшийся. Цифрыки, это просто цвета. И сегодня я просто где-то здесь грацевал, грацевал. И, а, вот он. Вот этот добрый корнотавр, который мне помог в этом разобраться. Во, смотрите. Ну, вы сами видите, где он зелененький, где он синенький. Короче, это просто-напросто цвета. А в скобках сбоку это уже показатель его. То есть, насколько он будет лучше или похуже. Ты что, братан? Э, стой, иди отсюда. А, щоль нафиг отсюда. А, я ползаю просто. Дурная морда. Вот. Так что, да. Вот, слушайте, меня тот, который выспался. Ну, хотя бы чуть-чуть. Че тут у нас? Ты что, дурной, пришел? А, нет, там снизу, помнишь. Я думаю, он уже наверх забрался. Давай уже, томись. Ну, тут на одну кормежку-то осталось. Я тут еще полетал, лучи пособирал. Тоже вполне неплохо. Вот, собственно, на горного голема легендарное сетло наупал. Почему бы нет? Сейчас он уже похавает. Он вроде бы на 80 где-то хавает. Вот, вот они, видите цвета? Вот они, красненький, красненький. Он весь красный. А второй цвет бывает у него в какой-то... Именно у голема в каком-то месте. Просто так совпадало. Так совпадало, что я вот заметил. О, хп меньше, хп больше. И это тупость. Это реально тупость, но это так совпадало. Вот. Ну, да бог с ним. Тут недалеко я нашел еще какого-то у него тоже вполне неплохой показатель урона. Ну, вот, допустим, 185 процентов сбоку 17-1. То есть это вполне хороший показатель. 17-то сколько очков вкинут с завода, скажем так. Ну, то есть с рождения у него сколько очков куда вкинут? То есть в энергию. Вот. Где здоровье полоса, видите, 8 очков кинуто в здоровье. Ну, соответственно, раз в здоровье кинуто меньше, значит в остальное кинуто куда-то больше. Бывает в вес китайца, бывает в скорость. Кстати, я тут смотрел, просто смотришь на одного один, на другого. Кстати, я с этого и начал замечать. У них скорость была разная. У них была скачана разная скорость. То есть изначально, ну, наконец-то, я пшкен макарошку, вот, видите, и вроде бы вот это вот кузово у них разного цвета. Я же говорю, смотрите, какие у них маленькие глазки, маленькие глазки. Иначе мне не казалось издалека, что это глазки. Это реально глазки. Ой, ёшкин кот. Наконец-то, наконец-то я могу сделать это. Кто-то, да, вот здоровье у них сразу же уменьшилось. Ой, нифига себе, это классно. Такс, 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 ну, пойдет. Так, стоять. Стоять. Надо это все убрать и тебя отправить для дома. Так, ну и давайте попробуем обкатать голема. Что-то у нас по уронам. 484. Так, 484. Вкачиваем один урон. 541, слушай, неплохо. Неплохо. Еще один вкачиваем урон. Здесь, возможно, будет это уменьшенный урон. Ой, там еще еще бывает. 598. Неплохо. Давай еще урончиком. И вот это уже неплохо. Задолбали они меня. Ну, ей-богу, я их задолбал здесь от этого вот... Откидываются, скажем так. Так. Ага, вот ты как бросаешь камешек. Вообще огонь. Почти даже попал. О, да, полтора косаря. Неплохо. Да, урон он наносит камнем больше. Да. Качаем урон. Урон. Камешек он себе добыл. На пропитание. Так что вообще все огонь. Огнивище. Не-е-е-е. Не-е-е. Это вам не дедико роз. Вот этот добывает камень по-настоящему, разбивая булыги. Да. Халк крушить. Не, если бы, конечно, его можно было полностью покрасить. Возможно, я его покрасил, но... Даже если фоумурно... Я думаю, ему можно покрасить весь камень. Но я залбаюсь открасить. Хе-хе-хе. Чтобы сделать из него настоящего Халка. Ну, камон. Ну, смотрите, он реально... Вот это вот. Халк, грушить. Халк, мне нравится. Ну, прикольно. Такие вот дела. Короче, все. Это долгая серия. Это прям... Вот реально, это должно было быть лайтовая серия, но из-за моих экспериментов она вышла такой долгой, что просто нет слов. Ну, а на этом я уже сам это пожал, как говорится, прощаться. Кстати, кстати, не-не-не, не прощаться. Где бы вы ни были, стройте сраную ферму яиц. Здесь дудошек нету на скерче. Я сразу посмотрел, я сразу охренел. Еще, когда был на острове. Стройте ферму яиц. И в следующей серии я построю ферму яиц, потому что мне нужно еще голема. А на этом уже точно все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Наконец-то в моем видео смотрим. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого, добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok